Сегодня у нас такой долгий, просветительно-ознакомительно-сравнительный обзор, так что достаем попкорн и, кому интересно, смотрим. Речь сегодня пойдет о клинковом оружии на временную эпоху Второй мировой и Великой Отечественной войны. То есть, еще разочек пробежимся, кто с чем воевал и откуда все-таки ноги растут у немецкого кинжала. Потому что я недавно столкнулся с таким явлением, что мой друг, человек очень образованный, думал, что именно немецкий кинжал, форму вот эту вот, придумали сами немцы. Вот обо всем об этом мы сегодня с вами поговорим, сравним, кто с чем воевал, как это у кого получалось и откуда ноги растут. Погнали! Немножечко истории отодвинемся на 500 лет назад по хронологии в Европу просвещенную и достанем вот такой вот кинжал. Кинжал называется он базиларт, подтип гальбейн. Гальбейн вообще это фамилия, причем фамилия художника, в честь которого был назван данный тип кинжала. Именно он отрисовал, набросал эскизы на такие гарды, рукоять и клинок. Кинжал получил очень большое распространение из-за простоты и дешевизны изготовления, то бишь из-за доступности и в разных исполнениях. То есть самый знаменитый кинжал такого вот формата, гальбейн, не помню в каком городе, лежит в музее. Кинжал называется он «Битва рыцарей». То есть там золочение, все пироги. Кому интересно, гугл в помощь. Ну, а мы продолжим. Имеет вот такой вот клинообразный клинок. То есть свастик у нас нигде нету. Все чинно-блино-благородно. История Европа. Хандмейд. Ромбовидное сечение. То есть это, в основном, это колющее оружие, да, то есть кинжал, обоюдоострый. И, как может быть многие, задавались этим вопросом, почему вот так держать его не совсем удобно кому-то. Отвечу просто. Грудная клетка у нас защищена рёбрами, а рёбра располагаются все параллельно земле. И чтобы нанести урон, то есть кинжал брали вот так и делали своё мокрое, нехорошее дело. Это уже только потом немцы слезали вот эту форму кинжала, так сказать, у предков. Хотя это даже, ну, изначально не немецкий кинжал, а швейцарский. Это две большие разницы в маленькой Европе. Ножны исполнялись в разных вариантах. Бывало, часто дополнялись ещё дополнительными отверстиями под маленький нож и вилку. То есть, ну, такой своего рода трёхпредметный походный набор. Конкретно на данном экземпляре ножны сделаны металлические. Ну, это пожелание заказчика. Но, соответственно, и против истории мы не сильно погрешили. А вот на что у нас обратили внимание товарищи-немцы, которые нам вообще не товарищи. Получилось у них вот что. Кинжал базилард под тип гальбейн, но уже с символикой. Демонстрировать я её не буду, потому что демонстрация на территории Российской Федерации у нас запрещена. А у нас, так сказать, просветительская миссия. То есть, орёл и таблетка. С символик с рунами подразделения. Это модель кинжала СС-30, по-моему, 6-го года, если памятник мне не изменяет. Клеймо Карла Эйхорна. Вот тут отсвечивает. Ну, ничего, потом на фотках увидите. М7-56 РЗМ. Как правило, на них также делались металлические ножны. Но вот этот вариант у нас из дерева. С походным подвесом. Неправильно положили. И опять не могу перестать восторгаться героизмом наших с вами предков, прабабушек, прадедушек. У кого-то бабушки и дедушки воевали. Каждую семью затронула эта беда. И до 42-го года все мы знаем, что немцы вообще беду творили. И только потом уже наши научились с ними воевать, бить врага. Но то место, откуда я родом, да, то есть в нашем регионе так получилось, да, делались вот такие вот замечательные финари. Нож финского типа, да, то есть, как я уже сказал, со щучкой, которые потом уже назвали НР-40. То есть, 15-й век, 30-е годы, 40. 1940-й год. Ну, я слышал такую фразу, да, чем меньше комфорта, тем больше храбрости. На вид она вполне себе аскетична. Удобна, легка в использовании. Сталь У-8А. Ну, мы тут только толщины немножечко добавили, потому что все-таки во время войны старались. Тут сэкономил, там сэкономил. Все для фронта, все для победы, чтобы партий были больше, а в тело-то они влазят. И так будь здоров. Вот. Ну, так вот, о чем же я? То есть, не перестаю восхищаться героизмом, патриотизмом и стойкостью наших с вами предков. То, что в начале войны, да, то есть мы очень сильно проигрывали по оснащению, по оружию, да, много по каким позициям. И то, что все же смогли переломить исход войны, да, то есть начиная с минусов и дать отпор такому серьезному, сильному, лютому врагу. И в преддверии 23 февраля я поздравляю всех настоящих мужчин с этим праздником, хотя это день советской армии считается, но многие считают по-другому, да, то есть многие говорят, что это мужской праздник. Так что, мужики, оставайтесь мужиками и, ребят, давайте вспомним ветеранов, то есть не только 9 мая. Ну, а я желаю всем, как обычно, по традиции здоровья, острых, правильных ножей и, как говорили предки, бей врага. Всем пока!